Мне кажется, что он арбитру немножко другую мысль пытался донести, стуча по виску. Но давай оставим это в покое. Сейчас Роберто Карлоса... Знаешь, если так пытаться, то тут даже играл рукой, но не играл. Это все равно тогда желтая, а она вторая. Давай сейчас к Симшову мы вернемся чуть попозже. Давай посмотрим первый шанс такой Роберто Карлоса. Напишет он на табло свою фамилию сейчас. Разбег. Удар. Есть первый гол чемпиона мира в российском чемпионате. Анжи выходит вперед. Угадал, куда полетит мяч Антон Шунин. Пытался свою команду спасти и выручить, но не вышло. Роберто Карлос, есть первый гол в чемпионате России? Да, но я думаю, что немногие ждали, что это именно сегодня произойдет. Но произошло. Поздравили, но довольно сдержанно Гаджи Руслевич воспринял все это. А возвращаясь к Симшову, он просто вне себя от ярости покидал футбольное поле. У нас сегодня нет возможности по ходу матча взять интервью. Но уверен, даже если бы она была, мне Симшову не удалось бы остановить. Не-не, Леша, я бы просто тебе настоятельно рекомендовал не подходить к Эгорю Симшову. Вот в такой ситуации. Но ему все равно придется после матча общаться с журналистами в смешанной зоне. 1-0. Анжи выходит вперед. Но такой удар взять крайне тяжело. Коченков что может поделать? Да ничего. Гол Роберто Карлоса. Тут все понятно. Под перекладину красиво. Коченков хотя и угадал, куда пойдет мяч, но достать никаких вариантов у него нет. Разбег. Это удар. И гол. И гол. Юрий Баскаков указывает на центр. Все-таки это был удар по воротам. Надо посмотреть на повторе. Задел ли кого-то мяч. Бывали, как говорится, подставлена клюшка в штрафной площади. Бывали. То, чего так добивались мои коллеги, авторы и ведущие программы «Играй красиво» Дмитрий Карпов и Константин Генич, когда снимали передачу о Роберто Карлосе, требовали, чтобы он пробил сильно. Карлос валял дурака. Бил точно, бил обладящими, но ни разу не пробил по-настоящему сильно. И вот теперь, пожалуйста, настоящий сильный удар. Судя по тому, что нам показывает Роберто, гол будет записан на него. Это первый мяч с игры. До этого он забивал с пенальти. Мощнейший удар. И в куче ног по Мазан там просто ничего не видел. И никто мяча не коснулся, действительно. Андрей Злыдарев теряет мяч на левом фланге. И Анжи устремляется в быструю контратаку. И Ляква убегает по левому флангу. И стремительно бежит по воротам Владимира Пешкина. Параллельным курсом бежит сам Роберто Карлос. И забивает мяч в пустые ворота. Вот так состоялся первый гол знаменитого бразильца в рамках розыгрыша Кубка России. Анжи ведет 3-0. 58-я минута. Можно сказать, что дело сделано. Подачу в штрафную. Опа! Ну и такие мячи иногда залетают в ворота. Ну, это действительно было опасно. Но имелось в виду несколько другое. Имелся в виду, конечно, навес, борьба и так далее. А вот теперь, кстати, может быть и пересмотреть-то замену. Может быть, Хазов в пару к Вацадзе. Но, скорее всего, все-таки нет. Да, Вацадзе покидает поле вместо него Антон Хазов. А мы с вами ждем повторов для того, чтобы разглядеть, как был забит этот гол. Роберто Карлос выполняет удар. Забрасывает мяч в штрафную. И рикошетом от защитника. Тот оказывается в воротах. Обидный гол. Для Волги.